Уже шестой год, благодаря с легкой руки Алексея Ботвинова, музыкальный числевальный Одесса Классик открывается в том числе с выставками, с выставками в нашем музее. И каждый раз все новые, все более интересные художники. И сегодня открывается выставка Юрия Егорова. Благодаря Анатолию Денчуку, его коллекции, и Алексею Ботвиненову. Слово Алексея Ботвиненова. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы пришли. Я уже где-то недавно, по-моему, написал, что после музыки живопись – это моя вторая страсть. И поэтому с первого же фестиваля у нас традиция вот в этом замечательном музее открывать персональную выставку большого отечественного художника. Сегодня открываем Юрия Егорова. Я думаю, реально классик, одесская живопись, любимейший художник. Один из, на мой взгляд, самых одесских, самых теплых, солнечных авторов, творивших в нашем городе. Так же, как и в Киеве, под один зал, как куратор, я выделил яркие, солнечные работы. Там, где Егоров представлен тем Егоровым, которым он является для всех нас. Но идеально для того, чтобы попасть в мир Егорова, в волшебство, какой-то эстетический восторг испытать, эстетическую мистерию, я бы даже сказал, по фронту, справа от фронтальной стенки, на которой морской кинематографический, я бы даже сказал, получил экспозиционный такой вот пейзаж из четырех работ. Вот вправо могу, есть работа «Прекрасное лето». Это натюрморт на фоне моря. Так вот, в период времени, с двух часов по полудню, в 2.15 до 2.30, солнце падает на эту работу. Вот, вот придите, потому что это выставка, которую нужно посещать не один раз, это точно. Так вот, если вы придете в 14.15, вот с 14.15 до 14.30, я думаю, что вы об этом не пожалеете. Там этот тоннель куда-то в бесконечность, в солнце, в свет. А Егоров — это художник-философ, он мыслил в предельных метафизических понятиях. Это не просто пейзажи, это не просто натюрморты. Это не просто пейзаж, он мыслил в душе. Я знаю, что это пейзажи, это не просто пейзаж, это не пейзаж. Это не просто пейзаж. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...